приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и урожайных деревьев в ваших садах сегодня я хочу ответить на вопросы по инжиру очень много сообщений и вопросов почему инжир не плодоносит почему нету плодов на инжире во первых если вы только посадили саженец то сразу же урожай не ждите мы первый урожай видим уже на третий год увидели первые плоды какие есть и только четвертый пятый год идет плодоношение это на укрывных инжирах мы сейчас с вами возле дерева это у нас деревцо это не укрывной инжир и вот он такой мы уже показывали в июне месяце собирали первый урожай без укрытия вот он дает два урожая и первый урожай собран был в июне и вот в сентябре месяце уже очень активно где-то с 10 сентября мы собираем постоянно постоянно плоды очень вкусные и очень сладкие вот этот урожай как видите мне чем нравится инжир что он постепенно созревает он не зреет все одновременно и можно всегда себе собрал и на стол положил и можно каждый день употреблять пищу очень ценные витамины и вот эти плоды вот они видите и зеленые сразу же и зрелые нужно собирать для того чтобы набирались питательных веществ вот эти маленькие нарастали и созревали что же все-таки нужно знать для того чтобы получать в первую очередь у нас суглинки нужно знать какая у вас почва если доступ до воды у корней у нас нету такого доступа тем более что почвенная засуха и если суглинки и глина то там влаги нет и корни не могут там размещаться поэтому нужно создавать вот так мы высаживали яму выкапывали специально для этого инжира засыпали землю верхний слой затем вот видите у нас уже первый год когда мы используем мульчу и хочу сказать что мульча очень хорошая штука потому что мы экономим с водой и плюс еще и органика там вот своеобразная органическая подкормочка получается в результате того что перегнивается лома и вот здесь сохраняется влага вот поливается раз в неделю капитально для того чтобы вот вся вот эта часть корней была увлажнена иначе вот этот большой урожай не будет из чего иметь формировать плоды ну и очень важно наряду с поливами обязательно делаем подкормочки подкормочки делаются где-то раз в две недели вот последняя подкормка была калий магний в результате мы имеем очень красивые сладкие магний дает вот эту сладость растение нормально развивается формирует плоды калий очень важен в этот период а вот между периодами когда наш инжир только формировал плодики летом там были подкормки комплексными удобрениями были все нужные микроэлементы в данный момент очень нужны нашим инжиром калий и магний магний дает сладость развитие все процессы в листьях происходит благодаря магнию а вот калий дает вот эти плоды они нарастают они крупные они очень вкусные ну и очень важно хочу чтобы вы посмотрели на вот сейчас мы любую веточку посмотрим чтобы можно было показать вам что происходит что дает калий для того чтобы наши веточки все перезимовали нужно чтобы вот эта древесина созрела обязательно она должна становиться такой темной коричневой видите она какая вот и только в таком случае древесина созреет естественно там уже даже на следующий год уже урожай закладывается вот она видно видите там вот маленький маленький там листики будет плодик и дальше вот формируется до конца и это у нас калий без калия сейчас просто невозможно и получить урожай и подготовить растения к зимовке если не подготовить то естественно и вымерзают растения но это этот сорт не вымерзает хотя мы первые три года накрывали был маленький саженец мы его получили с помощью черенка черенок укоренили и вот этот маленький череночек у нас здесь рос мы его укрывали и вот на четвертый год мы уже не накрывали в прошлом году был не укрыт и вот в этом году тоже можно уже не укрывать а потому что мы делаем вот такую важную работу по тому чтобы сформировались четко видно уже видите темные такие стволики веточки и эти веточки видите готовится к зимовке и урожая дают и готовится к тому чтобы перезимовать но и на следующий год уже тоже формируется урожай это очень важно для того чтобы понять что инжир как мне написали подумаешь посадили и пусть растет как в азербайджане да у нас есть родственники мужа у мужа есть родственники в азербайджане мы были там песок и там близко залегают воды и корни очень легко достает воду у нас нет такой возможности поэтому если у вас песок и не растут инжиры то значит нужно еще питание вы помните первые годы нужно чтобы инжир сформировал корневую систему созрел вырос для того чтобы можно было бы давать урожай в незрелом виде естественно не будет урожая и будет ослаблено растение будет на зиму просто в зиму входить ослабленным вымерзать и затем заново формировать свои веточки и естественно урожая не будет я вам ответила и показала наше дерево меня спрашивает по сорту я уже немножечко смотрела в интернете искала но есть подозрение на название этого инжира но пока еще не полностью готова вам рассказать но вот это у нас называется просто морозостойкий инжир есть еще один сорт нам подарили деревцо одно маленькое саженец маленький и мы посмотрим какой будет урожай уже через год снова же она не дает урожай уже второй год живет почему потому что она еще маленькая еще не сформировала корневую систему и обязательно нужно высаживать в плодородную землю для того чтобы она питалась а если она будет питаться тогда будет откуда брать силу и энергию питательные вещества для того чтобы сформировать вот этот замечательный урожай который вот созревает на этом деревце и которые вот постоянно постоянно нас радует и зеленым видом да и еще одно чуть не забыла обязательно еще проводим защитные мероприятия биоинсектицидами потому что вот это инжирная огневка она буквально делает листья дырявыми и вот я вижу что немножечко есть вот видите было я обработала и вот она видно вот здесь видите были была здесь яйцекладка инжирной огневки вот и дырявые листики вот и еще можно будет обработать и нужно будет обрабатывать для того чтобы защитить это растение от этого злостного вредителя инжирной огневки мытье листьев не помогает нужно защищать серьезно защищать каждый день играться не будешь с мытьем этих вредителей бабочек а вот нужно обязательно постоянно заниматься вот этой работой вот такое казалось бы короткое но очень длинное видео получилось я вам показала наше дерево инжира с его плодами и результат нашей работы это то что мы поливаем и мульчируем и обязательно подкормка и защита растений от вредителей да кстати и от болезней тоже еще одно кстати когда обрабатываю все растения делаю раствор прохожу и по этому дереву надо защищать наше растение от всего что пытается его съесть уничтожить и испортить наш урожай видео подготовили я раиса горяченко александр волик благодарим вас за внимание всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале витаем вас на канале раиса горяченко дача сад город квиты миру вам та добра та багатых врожаев в ваших садах хай кожное дерево чекущ даруют вам врожай але для того чтобы они даровали нам врожаи необходимо про них турбоваться и вот мы хотим ответить вам на питание чему не плодоносят инжиры инжирные есть и кущи и и деревина деревца вот у нас морозостойкий сорт это дерево его не треба вкриваться и ось что важливо под этим деревом у нас весь час мульча соломи мы мульчуємо поливаємо щонеділі потому что засуха и необходимо для того чтобы рослина развивалась росла формула вот такий багатый врожай а дійсно тут багатый врожай в червне месяце было не так много плодов десь биле ведерочка а зараз плодов багато и что мне подобается они формуются поступово тобто маленькие зелененькие а от дозрели мы их збираем цих что дозрели а там знов и знов формуются новые плоды здесь подивите как гарно виглядают наши гелячки тут дивиться как гарно и стиглые плоды и зеленые какие будут еще до кинца месяца нам даривать плоды витаминные плоды и очень корисные так вот хочу ответить на ваши питания вот у нас морозостойкий сорт не знаю как называется есть у нас уже трошечки информации поки вивчаю в интернеті что это может быть за сорт когда уже полностью буду мать полный перелик информации необходимой то я сможу вам про это рассказать про цей сорт а поки що у нас називают морозостойкий есть еще один саджанец мы его посадили уже 2 года ему он не плодоносый потому что он маленький он еще формует кореневую систему а на третий рік он уже покажет первые плоды надеемся если у вас молодые саджанцы то они не могут сразу вам дать если вы еще и не поливаете не подживлюете то эти рослины могут и не давать врожай поки что и будет затримка врожай тому необходимо обязательно садить в добру землю чтобы она была плодородна и чтобы мы у нас суглинки и глина мы выкопали яму под цей саджанец якими до речи мали мы его сделали выросли из малесенького живца выросли сами живца саджанец потом посадили три роки першим укривали поки він был малесенький а на четвертий уже не не вкривали и уже будет 5-й рік тоже не будем вкривали так вот вот тут под этим коренцем земля та что с верху то то вона грунт той что с верху там немае глини она мае органичные залишки и какие-то поживные речевины важливые и в цю землю мы посадили и мульчувание дает очень хороший результат мы неделю поливаем всю цей час коли сильна засуха рослини нормально себя почувают мульча нам дозволяя зэкономить воду и дозволяя нам весь час доставлять рослини через коренья необходимую кількість води и поживные речевины которые тоже идут из-под коренья а тут мы по листям обовязково так раз вам покажу все дерево ось воно по листям весь час проводим у педживлення и ось в червне было педживлення у нас мы проводили калій магний для того чтобы плоди дозрели коли мы зібрали врожай мы робили педживлення комплексными добривами комплексные добривы мают там весь спектр необходимых поживных речевин тому не было никаких проблем для развития рослины и все процессы проходили нормально а ось коли вже почали плоди формуватися особливо вже на кінці серпня в вересні ми зробили вже дві два підживлення в складе підживлення у нас були калій та магній магній дає оцей дуже гарний розвиток в листях фотосинтез виробляються сахара оця солодкість і допомагають розвивати оці плоди а калій дає якраз велику кількість плодів і розмір плоду і от крім цього що ми формуємо плоди збираєм врожай ми ще й готуємо рослину до зимівлі ось хочу показати ось подивіться зверніть увагу яка у нас деревина які гілячки вони вже стають темного кольору тільки навіть зверху там трошечки там трошечки кінчик він зелений а ось тут вони уже коричневі далі туди темно-коричневий кольор тобто калій дає можливість деревині дозріти і зберегти себе свої гілячки вже взимку тому що якщо не буде калія не буде підготовлена рослина до зимівлі тоді рослина може вимерзнути вимерзнуть оці малесенькі закладені урожай плодики майбутні а так якщо гарно підготувати рослину до зимівлі тобто підживлення зараз дає калій магній не тільки гарний вражай але й ще підготовку рослини до зимівлі це дуже важливо і полив щонеділі сприятливий день обов'язково треба робити і ще дуже важливо необхідно проводити обов'язкові оприскування від шкідників ось дивлюся що в мене я трошечки була опустила десь я тут бачила а ось дивіться це інжирна такий метелик ось він бачите що робить робить такі дырочки в салфетки робить ці листочки якщо не працювати з ним там хто мені написав що треба тільки змивати якщо кожен день змивати то по-перше хтось плаче що води немає воду треба економити і краще біоінсекциди використовувати і тоді не буде проблем з тим що будуть шкідники і де декілька разів коли я обробляла інші рослини з гаупсінфорте проти хвороб ми теж пройшлися з цим рослинам там було підживлення комплексне і теж дали можливість захистити рослині себе від різних хвороб і ось таким чином ми отримуємо врожай і готуємо наші рослини інжир до зимівлі ну і тим хто сильно переживає що врожаю немає підживлюйте поливайте не просто так взяли посадили тільки врожай збирати так не буває ви кожен день їсте кожен день п'яти воду і декілька разів і хочете щоб нічого не робити і мати врожай треба вкладати для того щоб отримати результат ось чому наші інжири бачите як бачите гарний дають врожай є в нас ще один кущовий але ми вже від кущових будемо відказувати їх треба вкривати а от нам подобається щоб менше було цих вкривань ми використовуємо зараз такі сорти і готуємо дерева до зимівлі для того щоб було рослині добре і щоб вона могла наступний рік пройти всі ці зимові іспити і зайти добре в наступний рік і знову ж таки дарувати нам смачний врожай оцих дуже дуже смачних вітамінних плодів інжири по-різному їх називають мені подобається інжир плоди інжиру ось така тема і відповідь на питання чому не плодоносить ми вам показали що ми робимо в цьому випадку щоб мати врожай ми посадили там де є що їсти рослині ось в ямка в ямки у нас мульча і щонеділі полив теплою водою і підживлення та захист рослин від хвороб і особливо від шкідників і тоді буде інжир дарувати врожай і не спішить першокласник цю так як у нас хтось написав от висадив нема врожаю вже два роки так вони ще маленькі дайте можливість їм сформувати кореневу систему визріти закласти врожай і тільки тоді вже чекайте врожай треба вкладати в них щоб вони дали вам гарний результат ось така тема цікава ми вам показали розказали поділилися своїм досвідом і знаннями що цю рослину що з цієї рослини треба робити щоб вона давала врожай на все добре бувайте здорові